Здравствуй, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь партию в Сидмерс Цивилизейшн 6 Gathering Storm за Канаду. Если ты не видел первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, вот тут какой-то лагерь, вот здесь еще находится. Я его не ставлю, тут устроиться. Да, блин. У меня есть место, куда расселяться. Серьезно, египтянец. Я не знаю, что нападать. Ну, в ранние юницы я... Он может сюда подойти и убить меня, скаута, ну. Тем более, у тебя там город по лояльности отваливается. Почему нет? Ну, он отваливается, почему мне сейчас пара ходов? Да, 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 это моя отмазка. О, повод для войны. Тут конец карты, забавно. Ничего лечить. Ну, мне надо, походу, тупо в расселение какое-то играть. Окей, окей. Потому что место есть, но оно все хреновое. Оно все хреновое. Знаете, наверное, тут сразу в очередь поставим поселенца. То есть, надо вот тут ставить. Получается. И где-то с этой стороны тоже ставить. Рядом с Килиманджаро. Так, что у меня тут за буря? В пустыне. Буря в стакане, буря в пустыне. Фу, не убил мне скаута. Подходим потихонечку. Тут стоим в защите. Ты не знаешь, если у тебя что-нибудь. Нет, я знаю, что у меня есть. Я тебя не нашел. О, реликвия, круто. Так. Не хочу я тут вырубать ничего. А хочу обрабатывать. Я не знаю, куда поставить эту... В количественную площадь. Сделаю треугольничек из ферм. Ну, ты же понимаешь, слушай, что я буду мстить, причем убежал. Хотя нет, я знаю. На Венгрии ты говоришь? Да, да. Понимаю, но мне некуда вообще... Может, сюда лучше поставить? А где же ты такие красивые, что не хочется их забирать? Все-таки тут холмы какие-то остаются, а... Хорошо. Лес не хочется на холме... Ставить, прямо вам скажу. Так, где тут у нас варварский лагерь? Я же не против, в этом и смысл играет. АК это... А нет, стопа К это француз. АК это бразилец. АК 88. Бразилиз, а где именно город? Ниже твоего воина или на железо? АК это кому пишешь? Мне или... 20 денег. Вот это по поводу город Возьмой, ахуйня. Уже сейчас за рынки не дают, что ли, счет эпохи? Ну, ё-моё. Сразу же, ну... Иван Иваныч. Блин, тут столько вот этой... Ты посчитаете, чтобы тут это города ставить, вот в этом снеговье, а? Где вообще нету ничего. Здорово. Я треугольничек тут сделаю. Чтобы Монреаль рос красивым и воздушным. Вот тут где-то лагерь варваров, я так понимаю. Так, что с этим варваром делать? Блин, как тут все грустно. Знаете, я что-то даже не хочу сюда город везти, ставить. Тут кто-то живет. Потому что тут... Ну, что тут? Что тут хорошего? Ничего. А тут хоть какие-то места есть. Я лучше сюда буду селиться. Готов. Треугольничек построен. И не убился, ну. Так, давайте мы, наверное, сюда пойдем. Все-таки вниз надо с этим лагерем разбираться. Бразилия, слышишь меня? Так, вот мы собрали руинки, которые были, да? Которые были найдены. Ты хочешь город куда? Вот ниже воинов ставить. Давайте обработку железа. Иди на железо. Пингалу повышаем до... Блин, слушай, тут нас-то горы делят. То есть, может, до ценителя, а то на культуре как-то мало. Может, не на науку, а на ценителя? Не очень, не очень я ценю. Плюс ты... У меня второй радиус отожмешься города. У нас тут разделяют проход в одну клетку. Зачем лезть тебе сюда? О. Хорошо, я оттуда город ставить не буду. Привет, Франция. Какая Франция? Алиенора. Алиенора, я очень не хочу, чтобы ты между нами где-то города ставил, чтобы они потом на меня влияли лояльностью своей, чтобы мои города отваливались. Так что... Ну, плохо тогда. Я говорю, что негде между нами ставить. Ну, что, тут река есть. Может, ты на реке хотел? Реки мало. Такое раз. Так. Должен умереть лучник. Тут я апну пока. Американец, что-то за торговец. Почему он ко мне ездит? Что, нападать собираешься? Любой действует, он пытается собираешься. Ну, что-то страшно. Чуть-чуть попозже тут вообще. Убой чих. Нет, ну, слушайте, тут такой агресс от этого идет. Отъедини. Это не агресс. Это просто нападение. Чем? Ну, просто нападение. Это сейчас это крестик. Такая отвратительная территория за Канаду. Я... Это первый и последний раз я заиграю за Канаду. Я, может сказать, что-то... Я видел в других ФФА, как я думаю, что вы их тоже... Ну, я их, по идее, наверное, раньше выложу, чем эту игру за Канаду. Вы явно видите, какие у людей места были. Я еще за Канаду ни одного нормального места не видел просто. И те бонусы, которые у Канады есть, то есть эти фермы в тундре, ну, это издевательство. Я даже вырубать ничего не могу, просто потому что ресурсов всю игру не будет. Так. Я не искал. Олигархия. Против варваров оставим. Плюс два влияния. Поселенцы, наверное, тоже пока оставим. Первый раз вижу. Лепотлую очередь. Строителей может еще поставить плюс 30. Все-таки варваровский разведчик захватил поселенцы. Повышение дали. Ускорение мореходства. Нет, давай поменяемся местами. Потом апну. Разведчиками. Надо быстрее к этому лагерю подойти и захватить его. Лечимся. Лечимся. Боже, какие грустные места. Какие грустные места. Я просто сижу и грущу. Глядя на все это, рабочего может купить. Железо обработать. Олени обработать. Сколько будет рабочий стоить, кстати? Не, ну тут надо строить поселен... Есть все-таки этого поселенца. Видите, больше было два хода, а стало три, потому что я одного построил. Да, блин! Да вы издеваетесь! Так, где там лагерь? Там еще руинки. Ну, давайте смотреть. Вот сюда влазит город, сюда, видимо, и сюда где-то. Я бы сюда сначала пошел, тем более тут по дороге. Ну, в общем, бразилис, мы договорились, да? В сторону Иерусалима ты не селишься, и я между нами города тоже не ставлю. Сколько стоит рабочего купить? 120. Дороговато! Блин, еще где-то варвары появились. Нет, здесь уже были. Блин, где еще варвары? А, вот это, наверное. Это я и знал, что тут будет варварский лагерь. В принципе. Столько руинок. Столько руинок! Так, я хочу где-то здесь город ставить. Пока туда идем. Привет, американец. Серьезно, прям серьезно, слушайте, взялся. Так, все, тут со всеми варварами из зимы разобрались. Тут две руинки, тут надо что-то исследовать. Ну, просто даже ко мне никто не несет, у меня куча территории, а в любой другой момент был бы рад, если бы эта территория нормальная была. Но это просто какой-то ужас, то, что я тут вижу, тогда этого варвара убить. Блин, Гар, сейчас может считать бою, нет? Просто нереально. А ты думаешь, что ты этого будь какая-то разница? Ну, я не знаю пока что. У меня просто грузится дольше. Я так понял. Ну, в смысле какая-то, по-моему, я не уверен, конечно, но мне кажется, что и нет. Ну, не знаю. Бейся, как лев. Так, вот теперь можно купить рабочего, наверное, в Атаве. Бейся, как лев, кусай, как котик. Чё, загрузился? Да. Брайся, как медведь, жаль какая-то. Вы считаете нам кто-нибудь? Блядь. Вы серьезно? Три. Триндец тут просто с этими. Нет, пока. Не буду отправлять. Вот сейчас мой упадел. Не, у меня он просто с прокачкой был, и я что-то все не мог его. Как-то странно помочь делать. Сам и на... Я, наверное, так, так пойду, и потом сюда поставлю. А где люди вообще все? Американец. Большой бассейн. Кстати, Большой бассейн был бы в тему. Клетки не получают урона от наводнения, однако бонусы к выработке пищи и производства после паводка снижаются 50%. Бразилец может кто-нибудь сделать? Получает плюс одну квери. Может быть, в Атаве построить этот большой бассейн? Ну, такое. Там уже и города. Бразилия. Блин, ну тут, конечно, хотелось бы больше фермы сделать. Нет, там слышно, без печати. Блин, ну не знаю. Так, амбар, опять растем. Правительственную площадь. Ну вот, правительственную площадь я бы, наверное, организовал. Вот здесь. На паузу. Ой, Фоксич, ты опять вылетаешь постоянно, я спорил. Ты ж вылетал в прошлые разы. Кто на месте? Почему прошел... Вот этот ход только заканчивается. Первый ход после паузы. В смысле, не было хода. На переходовке ж тогда вылетел человек. Да, отлично. Но у меня 20 секунд было на то, чтобы сейчас походить, получается. Правильно? Не, вопросы задавали, отжимаем паузу. Вроде все промолчали. Обычно, если вы не знаете, как это делается, ставят плюсики. Кто сейчас на месте, ставят плюсики. Если все в игре поставили плюсы, и отжимается пауза. Всем предупреждение. Виноваты. Но в том, америка не с воевать ни с кем не собирается. Потихоньку все армию наращивают. Англичанин-бразилец. Буду там тоже думать. Ни рабочего не купил, ни поселенцам не походил. На вас она не пойдет, но все равно. Венгр, не убивай всадника, пока не посчитают. Англичанин посадилец. А это от кого была фраза? Посчитайте кто-нибудь, пожалуйста. Может быть на меня собирается, а за это фраза? Давай посчитаю. Раз. Два. Дверь. Давай, давай, давай посчитаем. Да ну. Ты не за окошком открытым был, это не честно. Что был открытым? Ты был с открытым окошком, это не честно. С каким открытым окошком? У меня юнит был выбран, конечно. С открытым окошком я имею ввиду улучшить. В смысле? Так я же не улучшал, я тебе ферму разграбил. А, ну ладно, да. Блин, согласен, я перекупал, я бы мог. Так, если у меня тут ставится город, то... Два, за девять сил уже не так, ли? Три, куда-то сюда влазит? Ну, так американец, если я не по себя, то там с кем. Потому что это куда-то, но давайте в этого. Сюда. Вот, вот, вот. Я же где-то копейщики. Я же обливайте правительственную площадь. Бенбахать, а там дела. Я, а два места. Эти лошади ученики считаются. Блин. А, ну да. У меня еще права, что садники, потому что это бесполезно. У тех, кто один садник был. Да, она на правительственную площадь у меня проставила. Проблема в том, что я разошел по салону. У меня были подбитые войска, которые, в принципе, и они еще были не амбрит. А я это прекрасно видел. И статью уже в производственно-коммерческий район. Ну вот, мне еще помимо Мэтл, один воин, вот наверху там, выше Будды, есть еще один лагерь. Да, Мартимид. И у меня воин подчинен, причем так по-какому, потому что там заспалниться кучу лорочек. Не строю. Ну вот так мы будем менять. На самом деле момент был хорошо подкалит поселенцы. Главное там поселенцы полка строится. Нет, ничего не было менять. Я думаю, что, может быть, то эти оба города бы и забрал, но я бы отбил. Ну, вообще, может следующим ходом поменять, тут один, пока я не знаю, куда мне еще поселенцев вставить. Швед, а ты там вообще в соседях? Упс, извиняюсь, забыл просчет. А, ну ладно, один-один. Теперь считать уже смысла нет. Значит, что не буду атаковать вот так. Ну, я уже походил в себе в лагерь, чтобы тут ничего не появлялось нового. Как-либо хочешь, считай. Что там, а шнур-рековый? Да, я швед спрашивал, ты не селец, случайность? Ну, как амон, ну, о чем я? Ну, один ход, да, поселение? Так что, швы, 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 швы. Си, Екатери. С кем то сядет, Екатери? С кем то сядет Египта? С не при производстве. Ну, мы еще будем фавора где-то подмишек. Производство юнитов? Да, не, нет. Давайте просто производство. Ты не хочешь не повоевать случайно? С Египта? Ну, да. Это хотела неможение? у меня еще понимаешь вот не поверили хроники вообще вы камбусы таком показе и отказались наверх вижу как раз вообще на которого в меня который сейчас начали что ромашка с килиманджаро неких районов лучше не ставить мрак беда не рот там чудесами упарывается пирамиды висячие сады типа я нормально она еще я хотел вообще-то купить рабочего тоже все забываю ну хреново тут город ставить видите он будет в первую очередь затоплен прям сразу значит меня просто не влазит другие города тут если оставлю там раз два три тут так раз три сюда ведем город нет 20 единиц мирового влияния центр коммерции и открою мореходство ну давайте мореходство потом пускай ученичество идет где тут ну да ну там там его варвары прижима тут еще меньше вероятности что я отобьюсь я вот эту атаку сдержал если твой воин не взял буду то на типом но мне кажется у меня был там еще два всадника идет не она я вижу что я вижу что пришел на срок все равно там ход похилился еще и еще один копейчик еще один но у меня вот видишь лучник подбитый это его не ты подбил понятно я видел что он сверху куда то там пришел все народ всем спасибо до венгру упал я просто знал что еще у венгрии будут его лошади там уникальные потом нет но с тобой я бы точно не боевал у меня там есть проход лошадях к конголичанин и бразильцу если я их забирал ты был может быть их бы забирал потому там пройти может у меня видишь меня вот две маска ты там болония забирать научную и экономическую бигляшку ради двух городов которые это так себе эти скину потом скрин надеюсь меккани с дружбу заключим вот так он будет может где-нибудь все-таки взять магнуса лучше я буду вырубать что здесь это все надо оставлять все эти леса стопудово тут в монреале но я не знаю ну только если в торонто вот тут вот что-то это этих оленей может быть полин ой блин мечник на торонто идет слушайте так я тут могу торонто потерять таким макаром давайте всадник и куплю что ли американец чуть и ученики ко мне идут это война а он отвалятся все-таки вот золотой век а у тебя темный ну руины конечно я тут нашел дофига прямо скажем просто видно у меня лояльность повышается от чего-то а ну у меня монументы достоились а а Добро пожаловать на земли Венгрии и Британии. Добро пожаловать на землю Венгрии и Британии. А вот это неплохая руинка плюс одно население сразу. Да, это новый мир еще к тому же, то есть, типа, должно быть производство. Бразильские кошачьи разведчики. Пойдем к этому городу, поведу лучше. Амбар тут не нужен, а монумент, да, построим. Бразилис, продлевать будем. Да, конечно, я уже кинул тебя. Добро пожаловать на землю Венгрии. 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 а не будет дружить снова будем да конечно Давайте вернем в Женеву и будем компуса везде строить усиленно. Ну, я поставил в очередь кампус, надо библиотеку, тут достроится зал, здесь тоже надо кампус будет делать, жалко, к сожалению, что на холме, но что поделать. Никто мне войну не объявит, так что можно оборонительную тактику спокойно брать. Создание строителей оставляю. У кого там 12 штуков великих ученых, что за страшный человек? Конго. Прямо англичанин Женеву за Союзом. Он там видимо в горах засел и улетать собирается. Получил ученого, который для меня вообще бесполезен абсолютно. Я его не могу использовать. Лян. Ну, давайте я на Лян посадим, чтобы покупать рабочих. Только где? Давайте в Галифаксе, типа на будущее тут аква, аквакультура. Например, будет. Как мне прекратить ныть по поводу моей территории? И начать играть. Ну, что, мне здесь вот фермы ставить, что ли? Просто нет еды. Я вот эту пшеницу обработаю. Надо как-то с этим варваром разбираться и с этим лагерем варваров и с этим лагерем варваров. Я тут против варваров играю походу, а не против нормальных людей. Ну, вообще, Квебек солидно будет выглядеть. Так, давайте вылечимся. Сюда город не влазит, к сожалению, никакую же, да? Что мне Конго не нравится, он какой-то это. Это кто? Кому это мне нравится? Злой, да? Злой. Ты французу не нравишься, французу. Так, где француз, ребят, покажите мне его. Ну, далеко от тебя, не против. Правда, я думаю. Я думал, уже рысари бегут к себе. Много-много... Может Петру попробовать? Сколько? Ну, типа, не больше, чем у бразильца и чем у CR7. 34. На третьем месте. У меня кампуса уже стоят в городах. Так, в Гамильтоне. Кампус, Ватавия, библиотека построена. 24. Ну, и в Митяшке интеркоммерции надо делать. Вот здесь. А зачем ты спрашиваешь, как мне война в лагерь Конго? Ну, во-первых, оборонительно. Во-вторых, для Лимитов. Во-вторых, для Лимитов. Они будут не расти, не развиваться. Ничего. Здесь, в пустыне... Кривенской пустыне, предназвание Чуауа. Случит прикольно. Челауа... Челауа? Челауа это чехоло... Чиелауа... Гавань бы тут открыть, наверное. Да, это два морских ресурса надо обработать. На этом пока всё. Продолжение партии за Канаду запланировано на завтра. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока.